Добрый день, дорогие мои слушательницы! Итак, мы продолжаем тему. Модный приговор своими руками. Мы учимся снимать мерки. В прошлый раз мы разобрали... Посмотрите, как я записываю свои мерочки. В прошлый раз мы разобрали первые четыре строки. Сейчас мы продолжаем и разбираем подробно последнюю строчку. Она называет... Мерки эти называются балансовыми, потому что они помогают понять, какая осанка у человека. Посмотрите. ДТС – длина до талии по спинке мерка. Дробь. Высота плеча косая. ВПК – высота плеча косая. Тире. Высота груди. Дробь. Длина до талии по переду. ДТП – тире. Высота плеча косая переда. Посмотрите, как это записывается в циферках. Что измеряем, то и записываем. Для того, чтобы правильно снять эти мерочки, мы с вами пользуемся так называемым плечиком. Это верхняя часть плечевого изделия. Кусочек полочки и кусочек спинки с выточкой, сшитый из ткани, окантованно или обмётано по периметру. Ширина плеча 13 см. Здесь мерочки вот такие произвольные. К высшей плечевой точке я пришиваю 2 см ленточки. Одну вперед, а вторую назад. К конечной плечевой точке я тоже пришиваю 2 см ленточки. Одна располагается впереди, другая располагается сзади. Показать это вы наглядно можете посмотреть на видео, если вы запишетесь на курс. А в теории это выглядит следующим образом. Здесь я рассказываю вам только теорию, показать другую историю, пока у меня нет технической возможности. Посмотрите. Итак, это со спинки выглядит примерно так. Роль ленточки здесь показывает вот эта стрелка. И вот в этой картинке эта стрелочка доходит до линии талии. Надо сказать, что кроме вот этого вот плечика, нам обязательно нужно повязать шнурочек по талии. Вот на этой картиночке он нарисован. И он повязан. Здесь художница этого сделать позабыла, а я не досмотрела. Извините, пожалуйста. Поэтому вы понимаете, что здесь у нас шнурочек. Что сказать про этот шнурочек? Вот когда вы в качестве шнурочка, может служить шнурок от ботинок, потому что он хлопчатобумажный, потому что он не скользит. Любая какая-то тесемка часто использует резинку, но резинка бывает соскальзывает потом наверх. Если фигурка хорошая, проблем нет. Если фигурка трудненькая, большая, полная, складочки талии еле находятся там, расположить этот шнурок надо строго горизонтально. Опять же, линии пола, чтобы он у нас не уходил, не поднимался наверху. Поэтому лучше использовать хлопчатобумажную, тоненькую, ну полсантиметра шириной, бечевку какую-то хлопчатобумажную. Сходить на рынок и купить длинные шнурки для кроссовок. Итак, здесь шнурочек. Сзади этот шнурочек, как его правильно завязать сначала, нужно объяснить вам. Сзади этот шнурочек упирается на наши косточки. Вот если вы, то есть там, где вы носите резиночку от колготок. Ниже я сзади спустить шнурочек уже не могу. А вот впереди шнурочек завязывается, он очень-очень плотно устанавливается и спускается по спинке как можно ниже, до трусиков иногда, да? Вот, если вы их высокие, конечно, носите. А вот впереди этот шнурочек должен быть установлен горизонтально полу. То есть я стою, я наблюдаю за человеком в зеркало и смотрю, что поправляю на фигурке шнурочек таким образом, после того, как я его туго-туго завязала, чтобы он был параллелен полу. Если это условие не выдержано, осанку фигурки мы определим неправильно, и выкройка получится абсолютно неправильная. Итак, вот такое приспособление, так называемое плечико, сшитое из ткани, вы его устанавливаете на плечо шовчиком таким образом, вот этим плечевым швом, чтобы плечевой шов делил ваше плечико строго на две части, то есть он был на своем месте. Если это плечико спустилось назад или вперед, или как-то его повело, перекосило, мерочки тоже будут неправильные. То есть ваша задача определить в эту-тутую точку, высшую точку плечевого шва и конечную точку плечевого шва как можно достовернее. Поставить по талии шнурок, завязать шнурок, установочный пояс он называется, чтобы он был обязательно параллелен полу. Итак, первая мерочка, длина спинки до талии, сантиметровая ленточка, пришитая вот к этой точке, она располагается параллельно позвоночнику и доходит до линии талии, до штурочка, который завязан по линии талии. Записываем то, что видим, вот в этом примере, это 42 сантиметра в нашем. Затем вторая мерочка называется высота плеча косая. От конечной точки плеча пришита сюда, тоже сантиметровая ленточка, я ее веду в точку пересечения позвоночника с нашим шнурочком, с нашей линией талии, с установочным поясом. И вот эта мерочка будет называться высота плеча косая, ВПК. Затем поворачиваемся лицом, или к себе поворачиваем, поворачиваемся к лицом. Затем начинает работать следующее измерение. Вот эта сантиметровая ленточка, которая пришита в высшей точке плечевого шва у шейки, я ее веду до центра груди. Эта мерочка будет называться высота груди. ВГ – высота груди. 25, 26, 28, 27, 30 сантиметров, 32, у каждого она своя. Затем продолжаю вести шнурочек, вести сантиметровую ленточку до установочного пояса, который, повторяю, обязательно параллелен полу, и записываю то, что там вижу. В нашем случае 44 сантиметра я записала. Эта мерка будет называться длина до талии по переду. ДТП – длина до талии по переду. Самая длинная часть полочки. И последняя мерка. Называется высота плеча косая переда с буквой П. Посмотрите, она какая короткая. Сантиметровая ленточка, пришитая к конечной точке плечевого шва, и располагается в данный момент вот таким вот наклонным образом, и мы находим пересечение двух сантиметровых ленточек в центре груди. Таким образом, мы померили с вами мерочку высота плеча косая переда. И записали то, что видим. В нашем случае это 20-25 сантиметров. Посмотрите, 42 – это длина спинки до талии. Самая длинная часть спинки мерка располагается параллельно позвоночнику. 42 – это высота плеча косая по спинке. Самая длинная часть располагается от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником по спинке. Мерка высота груди 28 – от высшей точки плеча до центра груди, от высшей точки плеча до центра груди – высота груди. Затем мерка длина до талии по переду. Самая длинная часть полочки измеряется от высшей точки до шнурочка, завязанного на линии талии, до штановочного пояса. 44 – и последняя мерка – высота плеча косая переда. От конечной точки плеча до центра груди. Записали. Таким образом, мы выполнили все наши измерения. Но это еще половина дела. Потому что на самом деле вы должны безупречно правильно снять вот эти мерочки. И, чтобы вы знали, они в каждом вот в этом измерении и в каждой строчке зашифрованы определенные соответствия и определенные законы. Если вы эти определенные соответствия выдерживаете, тогда и выкройка у вас получается сразу, безо всяких проблем. И все у вас идет гладко, и все уйдет у вас хорошо. Если вы эти соответствия нарушаете, то, конечно, приступать к следующему шагу, к построению базовой конструкции, просто невозможно. В своих книгах я пишу об этом в параграфе, в статье, в главе, которая называется «Характеристики стандартной фигуры». Всего этих характеристик там шесть. Сейчас, чтобы не комкать эту информацию, я прервусь подробно о характеристиках стандартной фигуры и о том, почему они помогают, а они помогают не допустить ошибки при снятии мерочки. Мерочек наших, они помогают сделать еще раз анализ, теперь уже анализ в сантиметрах, измеренный такой вот анализ, промеренный, да, фигурки. Мы поговорим с вами на следующем уроке. Всего хорошего. Заходите ко мне на сайт, записывайтесь на индивидуальные занятия и учитесь потихоньку. Кто хочет сделать это быстро, кто хочет устроить процесс выполнения, процесс вот этот, пожалуйста, приходите. Всегда Ваша Галина Коломейко. Продолжение следует...